Добрый день, Сергей Викторович. Мой вопрос обоим министрам. Насколько я понимаю, Сергей Викторович, вчера во время беседы с вашим коллегой Чавушаглу, вы в той или иной степени затрагивали тему отношений Армении и Азербайджана. В каком контексте звучала эта тема сегодня во время переговоров, как мы видим, она звучала? Насколько, в принципе, удается продвинуться в вопросе сближения позиций Баку и Еревана? Вы упомянули о возможности заключения мирного договора сейчас, что необходимо для активизации этой работы, в том числе касательно, конечно, и фактора Карабаха. Спасибо. Ну, мы, по-моему, в наших вступительных словах касались этой темы. Наши лидеры трижды встречались для решения практических вопросов, связанных с завершением конфликта, нормализацией отношений между странами региона, включая, конечно же, отношения между Азербайджаном и Арменией. У нас есть, по-моему, общее понимание того, что процесс движется. Может быть, хотелось бы видеть темпы более быстрыми, но, тем не менее, процесс идет, и достигаются существенные, позитивные результаты промежуточные пока еще, но нет сомнений, что будут и окончательные договоренности, мы этому всячески стараемся способствовать. Конечно, у сторон есть свое специфическое видение, далеко не всегда совпадающее в отношении того, как работать на предстоящем этапе, но у всех наших партнеров и у нас самих одинаковое понимание, что три заявления, которые были приняты на высшем уровне, это очень ясная дорожная карта, которой мы должны все руководствоваться. И процесс делимитации, мы очень рады, что такое учредительное заседание двух комиссий, армянской и азербайджанской, по делимитации границы, состоялось. Очередная встреча, как вы слышали, планируется в Москве. Мы готовы предоставлять в соответствии с договоренностями лидеров трех стран консультативное содействие, в том числе и участие в предоставлении картографических материалов, это очень важно для этой конкретной работы. Ну и параллельно существенно продвинулась вперед трехсторонняя рабочая группа под руководством вице-премьеров по разблокированию транспортных и экономических связей. Сегодня мы обсуждали варианты урегулирования остающихся вопросов. Уверен, что они будут в конечном итоге решены. Так что убежден, что другого пути, кроме полной нормализации отношений, не существует. Вот то, что вы и я, мы все обозначаем условным термином «мирный договор», опирается на предложения, которые были представлены в свое время Азербайджаном. В ответ Армения внесла свое видение. И вот с учетом этих двух документов идет процесс, в котором мы готовы участвовать в качестве посредника, консультанта, ну и в принципе содействующей стороны. Продолжение следует... 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 МИАНЫ ГАНГАРЛУММИЕНН АВСЕРТИНОЕ ЖИТЕЛЕМ ИЗ ВСМЕКАН КАМ, ИЗ МИАНКУСЕРТИНОЕ ИЗ МИНОГО СТВЕРТИНОЕ